Туристическому маршруту Золотое кольцо России, куда входит и Иваново, в этом году исполняется 50 лет. Изначально туда попали 8 городов – Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской и Московской областей. Не так давно список пополнили Калуга и Касимов. Маршрут разрабатывался таким образом, чтобы все основные достопримечательности можно было посмотреть за один день. Иваново, конечно, не могу не попасть, но Иваново как позиционировалось, как центр промышленной архитектуры, центр текстильной отрасли, ну и, конечно, город, где зародились революционные традиции. К юбилею Иваново готовится наравне с другими городами. В план мероприятий от областного центра предложен фестиваль декоративное искусство «Лоскутная мозаика России», который проводится в нашей области с 1997 года. В этом году его планируется расширить. В фестивале 2015 года, то есть в 2010 фестивале, у нас было 9 мастер-классов по различным направлениям. Я думаю, мы минимум вдвое должны будем увеличить количество мастер-классов, чтобы каждый желающий мог присоединиться к этому виду творчества. На каждый фестиваль, а проходит он раз в два года, поступает до 700 работ. Жюри отбирает самые достойные. Ивановские мастерицы из клуба «Лоскутная мозаика» не раз становились лауреатами и даже завоевывали гран-при. Лучшая работа не только попадает в каталог и служит учебным пособием, но и отправляется в мировое турне. Например, сейчас «Лоскутная панно» «Канё Горбунок» выставляется в американском Сан-Франциско. А другие работы ивановских мастериц побывали в Австрии, Франции, Польше и даже Японии. На сегодняшний день у меня 33 дамы, выдающиеся, талантливые, взрослые, умные, которые когда-то, может быть, занимались, и у них было образование техническое, медицинское еще какое-то. Но все-таки творчество сейчас для них приоритетно. Наряду с фестивалем «Лоскутная мозаика» в план юбилейных мероприятий вошел общегородской праздник «Открытое небо». Кроме Иванова, гостей со всей страны готовы принять и другие города нашей области. Все-таки мы будем продвигать те мероприятия, которые проходят на территории региона, несмотря на то, что они не входят в Золотое кольцо России. Но мы не можем отказаться от таких ярких, на наш взгляд, мероприятий, как «Лук-Лучок», который уже больше 10 лет проходит на территории поселка Лух. И яркий фестиваль, на наш взгляд, фестиваль фестивалей «Шоя Бест». А еще для популяризации маршрута «Золотое кольцо» в этом году в Иванове установят специальные указатели для того, чтобы ориентироваться в городе было проще. На табличках будут изображены пиктограммы, то есть условные обозначения, будь то музей, храмовый комплекс или художественная галерея с расшифровкой на русском и английском языках. Ориентируясь на них, туристы смогут увидеть все самое интересное, что есть в городе. Знаки унифицированные, они сейчас установлены в Палихе, можно видеть в Плёсе. Они утверждены и устанавливаются в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации, чтобы придать унифицированный вид на всем протяжении туристских маршрутов по России в принципе. И также имеют схожесть со знаками, которые установлены в Европе, чтобы турист иностранный, который приезжал в Россию, он смог с помощью пиктограммы, условных обозначений, достаточно беспроблемно, без помощи гида сориентироваться. К концу года новые туристические указатели планируется установить не только в Иванове, а также в Кинишме и Плёсе. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.